Дрэкстеры, формульные болиды, рекордные автомобили. В музее гаража особого назначения на ВДНХ проходит удивительная выставка «Борьба за скорость». Она знакомит зрителя с историей советского автоспорта. Судьба каждого экспоната – маленькое чудо. Некоторые машины считались давно утраченными, другие дошли до нас в единственном экземпляре, как Эстония-3 с оппозитным мотоциклетным мотором. Это первый серийный советский болид. С нее началось уже промышленное производство болидов, которые распределялись в клубы Советского Союза. Два проекта можно увидеть на промежуточных стадиях реставрации. Например, «Киевспорт», долгое время считавшийся утраченным. Отдельно экспонируется кузов, отдельно силовая установка, трансмиссия, элементы салона. Можно воочию убедиться, что восстановление ведется с ювелирным вниманием к мелочам. «Мастерская не скрывает никаких, так сказать, своих изнанки своей работы, потому что эта изнанка тоже прекрасна. Потому что даже когда будет машина собрана, не все будет видно так, как видно сейчас на выставке, когда отдельно стоит кузов, отдельно, например, рама. Сейчас есть возможность увидеть, как построен кузов и снаружи, и снутри также увидеть полностью шасси. В данный момент это такая вот уникальная вещь, и мы ради выставки не женили это дело». Неподалеку ЗИЛ-112С демонстрирует изначальное состояние техники, с которой приходится иметь дело реставраторам. Особое место занимают рекордные автомобили Эдуарда Лорента, талантливого инженера и гонщика. Один из установленных им рекордов остается непобитым по сей день. И здесь, на выставке, можно увидеть машину, на которой он был установлен. «Он заведовал спортивно-техническим клубом ДСО Трудовой резерв в Харькове. Он этим клубом руководил, он там все сделал по-своему. И у него был девиз – сам придумал, сам делал, сам ездил. То есть фактически это был конструктор-одиночка классический. Он сотрудничал буквально с небольшим количеством проверенных сотрудников, вместе с ними ставил рекорды. То есть это был уникальный степаж для нашего автоспорта». «К сожалению, так получилось, что они были забыты. И многие люди, и даже не дети, а люди уже активного возраста, не знают о том, что в Советском Союзе было так много разновидностей спортивных автомобилей, была такая славная спортивная история». Сегодня отношение к этой уникальной технике бережное и уважительное. А если у вас будет возможность, непременно загляните на выставку. Она того стоит.